Разъяснение о том, что каждый ребёнок рождается в исламе Смысл слов пророка али-иссаляту ассалям «каждый ребёнок рождается в исламе» заключается в том, что этот ребёнок бывает готов принять ислам. Это подтверждает и известный хадис пророка али-иссаляту ассалям «Родители делают ребёнка христианином, иудеем или огнепоклонником». Таким образом, этот хадис пророка али-иссаляту ассалям Указывает на то, что судьба детей зависит от воспитания родителей. Если воспитание будет исламским, то он станет мусульманином, а если его воспитают неверные, он станет неверным. То, о чём мы говорим, это внешняя сторона. На этом дело не завершается, ибо есть ещё один известный хадис пророка, али-иссаляту ассалям, смысл которого заключается в следующем. Одному человеку остаётся пять для того, чтобы войти в рай, но в итоге он попадает в ад. Другому человеку остаётся пять, чтобы войти в ад, но он входит в рай. Как мы говорили, согласно явному смыслу хадиса пророка, али-иссаляту ассалям, человек, получивший исламское воспитание и проживший всю жизнь в исламе, может умереть в неверии. Так же, как человек, воспитанный неверными, то есть проведший свою жизнь в неверии, может в итоге умереть уверовавшим, как, например, колдуна Фирауна. А человек, которого люди считали учёным, алимом, под конец, перед смертью, сказал, должно быть, правы были коммунисты, которые говорили, что нет Аллаха. Если бы он был, то не дал бы мне, такому алиму, заболеть раком. Да сохранит Всевышний Аллах своей милостью, иман перед смертью, в первую очередь мой, а затем и всей умы Мухаммада, али-иссаляту ассалям. Амин, 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 о муджиб. Обратите внимание, дорогие братья, если бы Хизри, алей-иссалям, не показал, то бы узнал о печати неверия на лопатке у того мальчика, ведь он был сыном родителей мусульман. Теперь вернёмся к нашей истории. Муса, алей-иссалям, признавая свою вину и стыдясь, вновь обратился к Хизри, алей-иссалям. Смысл. Если я и после этого, не согласившись с тобой, буду противиться тому, что ты делаешь, то отдали меня от себя. Если я в третий раз нарушу договор, то не оставляй меня с собой, даже если я буду просить, отдали меня от себя. Следующий аят. Договорившись таким образом, они пошли дальше. К ночи они пришли в одно село. Ночь была холодной, и шёл дождь. Село, куда они пришли, называлось Антакье. Путники попросили его обитателей принять их как гостей или хотя бы дать еды. Жители села не сделали ни того, ни другого. Они были из тех, кто не принимает гостей и не кормит голодных. От Абу Хурайра передали. После того, как они попросили еды у мужчин, и те отказали, Мусу Ахизри Али-Иссалям накормила некая женщина. И они прочитали хорошую мольбу за женщин этого села, но мужчин прокляли. Поэтому и сказал Катадат, «Худшая из сёл – то, в котором не принимают гостей. Усердствуйте, мусульмане, в услужение, пришедшим к вам в гости. Не забывайте, что гость приходит с большой благодатью». В продолжении этого аята говорится, «Затем Муса и Хизри нашли в этом селе покосившуюся стену, готовую разрушиться. Высота этой стены была сто локтей. Хизри Али-Иссалям выпрямил её, как сказал пророк Али-Иссаляту Ассалям, сделав знак рукой. Сказано также, что он снёс эту стену и построил заново. Снова пророк Муса Али-Иссалям, не согласившись с Хизри Али-Иссалям и не сдержавшись, сказал, «Тебе надо было взять с них плату за свою работу. Они не приняли нас, когда мы нуждались в еде. Мы могли бы приобрести еду за эту плату. Ты сделал добро тем, кто его не заслуживает». Когда в днище корабля была сделана пробоина, и Муса Али-Иссалям спросил, «Ты это сделал для того, чтобы утонули те, кто на корабле?» Хизри Али-Иссалям ответил ему, «Ведь и ты, Муса, был в море, к тому же без корабля, но ты же не утонул?» Имея в виду случай, когда мать бросила его в море, положив сундук, или когда утонул фираун. Когда Муса Али-Иссалям сказал, «Ты убиваешь безгрешного мальчика?» Хизри Али-Иссалям ответил ему, «Ведь и ты убил безгрешного копта». Когда Муса Али-Иссалям сказал, «Взял бы ты плату за исправление стены?» Хизри Али-Иссалям ответил, «Разве ты забыл, Муса, как сам не взял платы у дочерей пророка Шуайба Али-Иссалям за то, что напоил овец?» Итак, по мнению большинства ученых, Хизри Али-Иссалям был пророком. Сказано также, что он не пророк, а старший среди аулия Аллаха. Знания Хизри Али-Иссалям заключались в понимании сокровенной сути всего происходящего, как видно из приведенной истории. Имеются в виду знания, которые Всевышний Аллах дал ему без посредника, чтобы он им следовал. А знания Муса Али-Иссалям заключались в вынесении решения на основании явного. Пророку же Мухаммаду Али-Иссалям было дано принимать решение, следуя в основном внешней стороне, а в некоторых случаях сокровенной. Доказательством того, что пророку Мухаммаду Салли Аллаху Али-Иссалям было дозволено выносить решение, следуя сокровенному, является то, что он велел убить вора и молящегося человека, то есть велел убить их, узрев сокровенно и узнав, что они заслуживают смерти. Один из предшественников саляфов рассказал так. Хизри Али-Иссалям и по сей день осуществляет соответствующие истине решения на основании сокровенных знаний, дарованных ему Аллахом. И неожиданно умирающие люди — это те, кого убил он. Поэтому Хизри Али-Иссалям является наместником пророка Салли Аллаху Али-Иссалям, которого тот оставил для своей уммы, то есть его последователям. Так же, как Иса Али-Иссалям после того, как спустится с небес, станет наместником пророка Мухаммада Али-Иссаляту Ассалям и будет выносить решение, следуя его шариату. Говорят и так. Пророк Иса Али-Иссалям встретился с пророком Мухаммадом Салли Аллаху Али-Иссалям в Байтуль-Мукаддасе и поэтому стал сподвижником пророка Мухаммада Али-Иссаляту Ассалям. Такая же встреча, как с Иссой Али-Иссалям, произошла у пророка Мухаммада Али-Иссаляту Ассалям с Хизри и Ильясом Миром. Они оба тоже являются сподвижниками пророка Мухаммада Салли Аллаху Али-Иссалям. Таким образом, из проведенных рассказов становится очевидной высокочтимость пророка Мухаммада Али-Иссаляту Ассалям, поскольку эти досточтимые пророки просили Всевышнего Аллаха сохранить им жизнь, желая стать членами его общины. Когда Муса трижды не согласился с ним, Хизри наконец сказал смысл. «Настало время нашего расставания друг с другом по причине того, что он возразил в третий раз. Сейчас я раскрою тебе мудрость тех трёх моих поступков, к которым ты не смог отнестись с терпением. Что касается корабля, в котором я сделал пробоину, то он принадлежал беднякам, не имеющим возможности противостоять насилию притеснителей и живущим за счёт перевозки людей по морю. По воле и велению Всевышнего Аллаха я хотел повредить этот корабль. Им предстояло встретиться с неверным правителем, который силой отбирал у хозяев новые корабли без изъянов. Поэтому я сделал пробоину в этом корабле. Не для того, чтобы утопить людей, а чтобы правитель не забрал корабль, подумав, что он старый, и чтобы он остался у хозяев. После того, как Хизри сделал пробоину в корабле, к ним на особой маленькой лодке подплыли воины правителя и сказали, «По велению правителя мы должны забрать этот корабль, если он новый». Осмотрев корабль, они нашли пробоину и вернулись обратно. Сказано, что, несмотря на пробоину, вода в корабль не поступала. Сказано, что хозяевами этого корабля были десять братьев. Пятеро из них были больными, то есть не могли зарабатывать себе на жизнь. Один слепой, другой глухой, третий немой, четвёртый прикованный к постели, пятый одержимый джиннами. Среди остальных, работавших на корабле, у одного было проказы, у другого — косоглазие и слабое зрение, третий был хромым, у четвёртого была лихорадка и у пятого ещё какая-то болезнь. Корабль им достался в наследство от отца. Говорится, что первым проявлением насилия на земле было убийство кобилом Кобиля, а на море первое насилие было проявлено этим правителем, силой отбиравшим корабли. Сказано, что этот проклятый носил имя Джайсур, согласно другой версии его звали Кадат ибн Бадат, называют и другие имена. Говоря о том, почему он убил мальчика, Изри, алейиссалям, поведал. Смысл. Что касается мальчика, которого я убил, то он был неверующим, заблудшим изначально. Родители же его были хорошими людьми, уверовавшими во Всевышнего Аллаха. Поэтому мы боялись, что из-за любви к своему сыну эти верующие родители впадут в неверие и захотели, чтобы вместо этого сына Всевышний Аллах дал им хорошего, чистого, обладающего иманом ребёнка, который будет больше уважать родителей. Ибн Аббазда, будет доволен им Аллах, сказал, вместо сына, которого убил Хизри, Всевышний Аллах дал его родителям другого ребёнка, девочку. Они выдали её замуж за одного из пророков, и в её потомстве было 70 пророков. Ещё говорится, что эти родители выдали свою дочь за одного из пророков. Она родила ему сына, тоже пророка. Он наставил на путь единобожие, то есть призвал к нему одну из общин. Когда родился мальчик, которого впоследствии убил Хизри, родители обрадовались его рождению, а когда его убили, горевали. Если бы этот сын остался в живых, то родители из-за него впали бы в погибель, то есть в заблуждение. К примеру, после распада советского государства и прихода, в кавычках, демократии, нечто похожее произошло с некоторыми людьми, которые оказались заблудшими из-за своих сыновей, ставших ваххабитами и лишившихся благодати. В это время среди последователей Тариката был один человек, хороший мирюит, обладавший высокой степенью. Его сын стал ваххабитом и ввел в заблуждение своего отца, который в погоне за долларами бросил Тарикат и отделился от его последователей. Смерть его была унизительной, его похоронили как падаль, не прочитав никаких молитв и не совершив толкин. Поскольку убитый Хизри, алей-иссалям, мальчик был заблудшим, то останься он в живых, он вел бы себя плохо, воровал бы или убивал людей. Что бы сын ни вытворял, его родители поддерживали бы его и защищали, и не смогли бы поступить иначе. То есть эти праведные родители впали бы в заблуждение в том смысле, что согласились бы с плохими деяниями сына. Ведь они очень любили его, к тому же он был здоровым и красивым. Словом, можно сказать, сегодня дела обстоят так, что мы все болеем этой болезнью, когда родители могут впасть в заблуждение из-за своих детей. Ибо какое бы большое преступление ни совершил сын, очень мало находится родителей, готовых хотя бы на словах признать его вину и сказать, что он поступил плохо. Непризнание же этого означает несогласие с запретным, грехом. Обратите внимание, как Умар Асхабда, будет доволен им Аллах, будучи правителем, убил своего сына Абу-Шахмата за прелюбодеяние. Кто бы тому не облегчили наказание, он сам настаивал, «Бей афлях!» пока они нанесли все сто ударов плетью. Когда нанесли девяносто ударов и осталось десять, подвижники посланника Али-Иссаляту-Иссалям попросили отложить оставшиеся на потом, но Умарам отказал. Как он не отложил прелюбодеяние, так и наказание не будет отложено. Были нанесены все сто ударов, и душа сына покинула тело. Положив его голову себе на колени, Умар Асхабда будет доволен им Аллах заплакал, пока это не принесло ему успокоения. Как видите, он любил своего сына. Поэтому, дорогие братья, согласие с решением и предопределением Всевышнего Аллаха является обязанностью раба. Как бы не хотел чего-либо верующий человек, и каким бы тяжелым не было для него решение Всевышнего Аллаха, все равно в нем больше блага, чем если бы он действовал по своему усмотрению. Да содействует Господь нам всем у последователя религии. Хотя то, что Хизри Али-Иссалям убил мальчика, кажется горем, на самом деле в этом нет ничего, кроме добра и целесообразности. Всевышний Аллах спас родителей от попадания в неверие из-за сына. Кроме того, он дал им лучшее потомство. И самого мальчика забрали в малом возрасте, избавив от наказания, которое он получил бы на том свете за проведенную в неверии жизнь, если бы дожил до совершеннолетия. В-третьих, Хизри Али-Иссалям, раскрывая Муся Али-Иссалям мудрость восстановления стены, говорит, смысл. Что касается той покосившейся стены, то она принадлежала двум братьям-сиротам, живущим в городе Антакии. Под этой стеной был спрятан клад с золотой и серебро, принадлежавшие этим сиротам, то есть положенные им по наследству. Их отец был богобоязненным, хорошим, заслуживающим доверия человеком. Люди оставляли у него на хранение имущества, и он возвращал его в сохранности. Выпрямлением этой стены твой Господь захотел, чтобы они смогли, по милости Всевышнего, получить клад, уже достигнув совершеннолетия, когда их разум станет зрелым, совершенным. О, Муса, те три действия, которые ты увидел и не сумел терпеливо снести, дождавшись, пока я тебе объясню, я в действительности совершил не по своему разумению, а по велению и внушению Всевышнего Аллаха. Вот это, Муса, и есть разъяснение того, что ты не смог терпеливо перенести. Кизри, али-иссалям, объясняя, почему он сделал пробоину на корабле, сказал, «Я захотел», связав это с собственным навсом. В этом была заключена следующая мудрость. Хотя новый корабль, принадлежавший ни в чем не повинным людям, которые, к тому же, взяли его с Мусой, миром бесплатно, был поврежден по предопределению Всевышнего Аллаха, Изри, али-иссалям, взял это на себя и задабы перед Всевышним, поскольку внешне этот поступок казался плохим. Объясняя смысл второго поступка, убийства мальчика, он сказал, «Мы побоялись», имея в виду и Мусу, али-иссалям, поскольку неверие это то, чего не должен бояться каждый, то есть это означало боясь неверия. Далее он сказал, «Мы захотели», имея в виду себя, убившего мальчика своими руками и Всевышнего Аллаха, без всякого участия Хизри, али-иссалям, захотевшего дать родителям хорошее потомство вместо этого мальчика, то есть он взял на себя совершение недостойного дела, а желание дать им хорошее потомство отнес к Всевышнему Аллаху. Объясняя смысл третьего поступка, выпрямление стены, он сказал, относя это только к Всевышнему Аллаху, «Твой Господь захотел, так как достижение этими сиротами совершеннолетия и совершенства и зрелости разума зависит только от воли Всевышнего Аллаха, никто другой не может повлиять на это». Таким образом, Хизри, повредив корабль, приписал это себе, потому что внешне этот поступок выглядел недостойным. Выпрямление стены он отнес только к Всевышнему Аллаху, потому что это был чистый, хороший, безупречный поступок. Убийство же мальчика он отнес как к Всевышнему Аллаху, так и к себе, сказав, «Мы захотели». То есть убийство мальчика, которое внешне выглядело недостойно, он приписал себе, а то, что вместо этого сына родителям дали хорошее потомство, то есть благое дело, Всевышнему Аллаху. Один из алимов сказал, «Когда Хизри Али Иссалям в первый раз сказал, «Я захотел», от Всевышнего Аллаха ему было внушено, «Тут и есть, чтобы ты захотел». Во второй раз Хизри Али Иссалям сказал, «Мы захотели», и снова Всевышний Аллах внушил ему, «Кто вы с мусой такие, чтобы вы захотели?» Третий раз Хизри Али Иссалям, обозначив это как волю Всевышнего Аллаха, сказал, «Твой Господь захотел». Субтитры создавал DimaTorzok,